Доверять себе. Психика мужчины так устроена, что мужчина или себе доверяет или нет. А доверие себе это основа жизни для мужчины. Мужчина должен основывать свою жизнь на победы, на победы, нам это обижать. А это купится, это как, знаете, банки, банки, счет. Ну купится, купится, все потихоньку, да, кладешь туда что-то, а не забираешь. И поэтому надо копить победы. Вот решил пораньше чуть-чуть вставать, не надо сильно, чуть пораньше. И встаешь, и отмечаешь без себя, я могу. Чуть пораньше ложиться спать, я могу. Вовремя кушать правильно, я могу. Молиться каждый день, я могу. Небольшие победы мужчину, у него копится чувство. Удача для мужчины это способность побеждать, это удача, он становится красивым. И женская красота, это способность заботиться, любить людей, женская красота. Или в самом деле любить людей, значит некрасиво, больше всего. Скоро. А мужская красота, это способность побеждать. Каждый маленький шаг надо отмечать для себя. И не давать, не давать себе ломаться вообще, мужчина, не должен. А для этого не нужно ставить перед собой слишком большие цели. Иди маленькими шагами, не надо прыгать. Я говорю, когда в Севдову перелетел, там был конфет, там в гостиницу подошел, у вас говорит, недал, есть недал. Они говорят, да, иголка что ли? Да. А зачем вам? Я говорю, я штаны порвал. Чтобы штаны не рвать, можно штаны же порвать, понимаете, неудобно, потом будет жить. Вот. И что, хорошо в таком месте порвался, незаметно. Бывает, такие места, вот я разок на лекции много брюки не купил, я встал и сел. Когда сел, в зале, в зале. Я потом всем говорю, выходите, выходите в зале. Я последний. Понимаете, и вот этот вариант порвать штаны, это самый лучший для мужчин. Потому что есть другие варианты, когда ты пообещал и не сделал. Вот это для мужчины, я не знаю, как надо порвать так штаны, чтобы это было похоже на то, что мужчина пообещал и не сделал. Это еще хуже, понимаете? Потому что он сам себя не будет любить, а это значит, что он убивает себя сам от этой мысли, что он не смог. Даже то, что его жена не будет любить, это цветочки по сравнению с тем, что он сам себя любить не будет. Все пьяницы, все, кто курит, все наркоманы, все это мужчины, которые когда-то позволили себе пообещать и не сделать. Они все самоубийцы. То есть мужчина может убивать себя, если он не идет этим путем. Все, что сказал, сделай. Иначе разрушение жизни. Запускается, у мужчины есть только путь вверх и путь вниз. Два пути всего. У женщины такого нет. У женщины нет пути вверх, пути вниз. И надо удержать стабильность в жизни. А у мужчины есть только два варианта. Или вверх, или внушки, или вреди. Поэтому мужчина должен постоянно думать о том, как стать сильнее. Укреплять себя. Как определить, сколько сил у тебя внутри. Когда все внутрь смотришь, у тебя цель есть, но ты оценил. Значит, у тебя много сил. А если ты чувствуешь, что это не могу, это не могу, это не могу. Значит, у тебя уже путь вниз вверх. Значит, говорить о работе, о успехе, о том, чтобы начальником быть. Это, до свидания, все. Поэтому надо накопить, вот, через, сначала в гнезде, то есть, работать с самим собой. Сказал это, сделал. Каждый маленький шажок в отношении с женой, с детьми, с работы. Маленькие, победы. Небольшие, не надо большими шагами никому в жизни. Дядя, да я, мама. Хорошо, понятно. Ну, женщина немножко, мужчине, чуть-чуть. Почему? Потому что женщина тебе все скажет. У мужчины есть сердце, в которое нельзя закрыть рот, в котором, даже если ты будешь угрожать, будешь расправляться, будешь угнетать, будешь угрожать, все, что угодно делать, все равно рот жены ты не заткнешь. Потому что через него тебе Бог говорит, последний раз, последний раз. Потому что, когда мужчине не хочешь слушать жену, дальше говорить уже никто не будет. Дальше будет действовать судьба. Мужская сила означает давать обеты, выполнять и уважать. Уважать этот мир. Настроение мужчины. Дома, как ягненок. На улице жизнь, как леда. Дома, как ягненок. Женой мягко, ласково середине, как ягненок. На улице, как лед. Если ты дома, как лед, значит, ты думаешь, а я везде, как лед. Значит, тебя на улице обломают. Будешь там, как ягненок. Потому что есть сила в этом мире, так сказать, тоже по предназначению человека. Это всем, и женщинам, и мужчинам надо знать. Ведь в этом силы, сила абсолютно непредавимая. Это женское проклятие. Ну, проклятие не означает проклятие. Я проклятие. Вот, сглаз, там, порчение. Я не об этом говорю. Я говорю о насилии. И связывайся с женщиной. Всем говорю, женщинам, мужчинам. Потому что тетеньку, которую вы не видели никогда, а я видел много раз, забирает у человека жизнь. Это ангел в женском деле. И эта тетенька, она в основном с тетенькой не общается. Ну, все тетеньки в основном с тетенькой. С дяденькой в основном. Ну, то есть, что значит общается? Значит, женщин, детей, стариков, ты не защищаешь в жизни. Значит, твоя удача будет разрушена. Будь осторожен с этими тремя силами. Они разрушат твою жизнь. Если думаешь, да, жена с тремя детьми, там, да, типа, а у меня, не пофиг. Хорошо, посмотрим дальше, что будет. Поживи тебе женской силой, которая тебе будет разрушать все, что ты будешь делать сейчас. И там будет разрушать детей. Тебе больше всего хочется поверить. Так развитие мужчины начинается движением. Маленький мальчик, там, вы хотите его там отдать, шахматы там, еще куда-то, запомните такую вещь у мальчика или у мужчины. Развитие начинается с движения. Нужно сначала включить мужчине волевой фактор. Ему нужна воля больше всего в жизни. Это основа его жизни, мужчине, воля, воли. Она вызывается с помощью движения. Поэтому нужно обязательно ребенку дать возможность длительное движение. Тренировки, бег, там, самбо, еще что-то. Мальчику нужно побеждать. Нужно где-то, он должен побеждать. Это в движении должно быть. Если мужчина не двигается, в движении не побеждает, значит, не включенный мужчина. Вот вы говорите, у меня Леонид Геннадьевич сын, он не знает, что его делать. Он не включенный. Ему ничего сейчас не надо делать. Ему нужно идти в спортзал и включать себя, пока он не почувствует, что он может справиться с собой. С этого момента дальше начинается развитие, там, на работе, где хочешь. Мужчина не включен, он не может свое тело заставить двигаться, значит, все остальное, ничего не будет работать. Так работает мужской организм. Женщина включается через любовь. Для девочки означает творчество. Рисовать, петь, танцевать, спектакли, театры. Женщина включается через социум, включается через любовь. Мужчина включается через спорт. Запомнили? Это первое, что надо знать. Когда у нас в жизни все нормально, нас никто не убивает, то мы начинаем развитие с этого. Если у женщины нет творческого потенциала, она как бы, я стесняюсь петь, сегодня стесняюсь, танцевать, стесняюсь говорить. Нет, значит, все. Что ты хочешь дальше? Работу хорошую, семью, ничего не будет. Развивайся как личность. Начни с этого. Петь, танцевать, плясать. Творческую силу сначала, если я включил. Потому что женщина состоит из энергии любви. Мужчина из энергии воли. Нет воли у мужчины, нет жизни. У женщины нет любви, нет жизни. Любовь означает творчество. Пой, танцуй, ходи. Если ты раньше не пела, сейчас начни. У меня жена очень развитая женщина. Она очень хорошо танцует, красиво. И поет. Она не боится людей, когда танцуют вообще. Она устраивает танцевальные криты такие. Значит, вот так, поехали. Режим дня для мужчин и для женщин. Потому что это благословение свыше. Нет режима дня, нефиг даже пытаться развиваться. У тебя не будет силы просто. Если поздно ложишься спать, будет напряжение, будет теряться волевой фактор. Если поздно встаешь в постели, никакого оптимизма не будет в жизни. Кушаешь не вовремя, значит, здоровье будет таро. Все. Три аспекта жизни будут разрушаться. Нечего даже стремиться к чему-то. Режим дня должен быть железным, если хочешь, выдержит нагрузки. Как только мужчина включает волевой фактор, он... Волевой фактор включения две вещи. Первая – физическая нагрузка. Вторая – любая, какую хочешь. Какая тебе нравится. Волейбольщик, футбольщик, борьба, пробежки, зарядки, спортзал, мордобой. Чего хочешь, чего тебе по вкусу. Мужчина заплесает. Вот. У женщины тоже любой вид творчества должен быть, как хобби обязательно. Это просто бы энергию любви включить. Потому что женщина застенчивая попробует. Застенчивая, значит, неэффективная. Ну, надо застенчивая, внутри быть, а внешняя – красивая, счастливая, активная, жизнь радостная. Вот, следующий режим дня есть, воля у мужчины есть, у женщины творческая сила есть. Значит, идем дальше. Следующий этап – у мужчины в развитии, дальше у женщины в развитии идет и у мужчины разная дорога. У мужчины в развитии дальше идет любовь к деятельности. Называется в стадии хобби. В это время что-то сильно нравится, хочется делать. Но в это время еще денег не будет и не будет успеха. В стадии хобби – это предварительная стадия развития человека. Ну, у мужчины на этой стадии на всю жизнь остаются. Чем в стадии хобби от следующей стадии деятельности и по способностям отличаются? Стадия хобби – это стадия, на которой способности не включаются. Включается желание наслаждаться деятельностью. Когда человек сильно хочет деятельность, которая бы ему нравилась, ему было бы приятно, он попадает в ловушки у этой стадии хобби. Потому что все люди стремятся найти себя в деятельности, чтобы было хорошо. А птичка поет птицелов, а рыбка поет рыболов. А я о пиятках пою. За денежки их продаю. Ну, то есть каждому что-то свое нравится в жизни. Это садия хобби. Почему эффективности нет? А потому что тебе пофиг все остальные. Вот как это выглядит? Допустим, человек любит рисовать картины. Никто не покупает. Почему никто не покупает? Потому что никому, кроме него, не нравится. Почему ковбой Джонни Уловимов? Потому что это никому не нужно. Вот Кикот Ла-Манческий тоже, помните? Это Санчо Панса. Там они сражались с демонами, да? Ведьмельниц. Ну, никому особо на них не было дела. Это садия хобби. Как живет, он что-то делает, а особо никому это не нужно. Вот. Почему? Потому что он не делает для кого-то. На садии хобби, ну, как вот выглядит человек, допустим, берут руководителя на работу. Ну, он по природе руководитель, да, все нормально. Такой пантыр себе развесил, резюме как-то написал, все круто. Нашу работу. Могу собрания проводить, вдохновлять всех. Табери рабочие писать не могу, не хочу, не могу и не хочу. Вот. Следить за людьми, как работает, не моя природа. А вот собрания проводить и разговаривать с людьми, вдохновлять их на работу, моя природа. Говорит, возьмите два руководителя, пускай один вот этого, у нас, говорит, одна ставка. У нас денег, а если будет пять таких, как ты, каждый может что-то только одно. Как я помню, про войну видел какой-то эмалистический там кино какое-то там, ну, слепой, хромой и глухой, они вместе, короче, воевали. Один автомат держит, другой, короче. Смотрит, ну, то есть, в район, в атаку. Вот. Ну, то есть, его с работы уволили. И так везде. То есть, он не может найти себе работу, потому что он может делать только то, что ему нравится. А то, что надо, ну, не может. И сразу, какой диагноз, стадик хобби? Часто меняется работа у человека. То там поработал, то там. У меня много специальностей, много работ, не знаю, чем заниматься, не знаю, что делать. Везде был, все делал, не знаю, как жить. На стадик хобби застрял, что делать? Совет такой, добрый доктор Тарасунов называет, совет. Вот. Совет такой, остаться на одном месте и пахать там, пока не включится желание работать, а не желание наслаждаться своим трудом. И желание денег. Человек должен не устраиваться на работу, потому что хочу больше денег. Работать меньше хочу, а денег больше. Это тоже стадик хобби. И если жена видит, что у нее муж вот на этой саде находится, не может нигде устроиться, поставить ну там, то сям, значит, что надо человеку? Посмотрите, он включен вообще как мужчина или нет? Может, у него волевой фактор не включится, он, может, ленивый? У него волевой нравственный фактор не включен. Значит, он еще человеком не стал, мужчина не стал. У него все выросло, кроме мужчины. Что это делать? Что это делать? Там, как это, в этом, в древнем риме там два варианта было. Или так, или так. Больше не было. Спокойствие, только спокойствие. Всем нужен, но особо никому. Ленивый не разбудил. Это, запомнили, да? Это вот эти две стадии. То есть, если ленивый не разбуден, значит, длительное движение, спорт. Начали, говорю, что делать? Ну, к какой стадии, если он тренированный, сильный, хороший, но ему надо вот наслаждаться работой. Значит, ему надо заставить себя полюбить труд. Надо где-то работать просто и ждать. Когда ты вот будешь чувствовать, что, ну, год, два, три поработал на одном месте, чувствую, что я работаю, потому что не хочется пользу приносить, не хочу дома сидеть, не хочу на печке бежать, хочу что-то делать для людей. Все. Как только это стадия копии закончена, сразу начинается развитие, на следующий виток развития у человека. Это развитие означает осознание своих способностей. Ну, я предпривожу такой элемент. Вот, допустим, если человек любит, ну, как бы, любит играть на музыкальных инструментах, он обязательно найдет, на каком музыкальном инструменте ему играть. Он начнет там, там, раз, раз, и все, и нашел. Правда? А если он не дошел до этой стадии, люблю играть на музыкальных инструментах, и думает, на каком музыкальном инструменте ему играть, но остается только один музыкальный инструмент, это нервы жены. Все. То есть, больше ни на каком ты не поиграешь. Нужно сначала полюбить труд. А не полюбить, делать то, что мне нравится. Понимаете? Труд означает делать, приносить пользу. Нужно это полюбить труд. И когда человек, допустим, воевать любит, ну, или принял это, то он уже поймет, где ему лучше воевать. А если он танк увидел, и у него штаны тяжелее сами, по ногам крось бы текла, чтобы пока не стреляли, значит, надо тренироваться. Понятно? Ну, то есть, тогда ты не будешь знать, что, где, когда. Поэтому сначала надо полюбить труд мужчиной. Вот я с вами шучу, я серьезно говорю, многие на всю жизнь застряют. Я не знаю, где мне работать, мне деньги нужны, там мало платят, там, то ты научись любить труд. Ты хочешь, чтобы тебя взяли на хорошую работу, любой работодатель, он по запаху тебя чувствует. Если ты не любишь труд, он тебе в глаза увидит это у тебя, ты не скроешь. Если ты не любишь труд, никому ты не нужен. Ты думаешь, что ты всем нужен, но особо никому. Нужно, чтобы мужчина хотел работать, какой-то должен истучать. Конь такой, знаете, стучит, который... А если... Значит, ему нужны тренировки. Как минимум. Его надо включить, значит. На стадии деятельности по способностям. Это стадия развития личности. Каждую стадию надо благодарно принимать. Тебе пришло время себя включить, ну иди в спортзал, включайся. Вот. Пришло время от копий, тоже классная стадия. Ты чувствуешь, что тебе что-то нравится. Там в гараже водишься, там, со своей машиной, вот, ремонтируешь дом. На работе у тебя тоже есть зона счастья какого-то своего, вот, где тебе нравится. Но стадия копий, она не может быть эффективной, потому что, ну, ты, как бы, делаешь то, что тебе нравится только, а надо делать все в этом проблеме. А человек не хочет на этой стадии, не хочет только то, что нравится, и думает, что у него обязательно будет такая возможность жить. Да не будет никакой такой возможности, потому что Бог хочет тебя развивать, а не так бесчастливой на этой стадии. Следующая стадия – деятельность по способностям. Что это значит? Человек начал трудиться, любовь к труду освоил, и сразу же у него идет чувство, появляется, где он будет эффективным. Чуть практически это на ощупь происходит. Он так-так попробовал себя здесь, чуть-чуть-чуть-чуть ей нашел, и он будет эффективным. Все, что он получает в жизни, получает стабильную работу, деньги, сколько положено денег, стабильную работу, деньги. И чувствуя, что он что-то может в жизни, он получает так же достоинство, он стоит, становится таким уже крепким. Потому что на стадии хобби мужчина трепло просто. Показывает себя. На стадии деятельности по способностям мужчина уже может, он успокаивается, перестает себя рекламировать, успокаивается, начинает что-то делать. Спокойно просто работает. Что он получает? Получает деньги, сколько может за работу, получает стабильную работу, получает удовлетворение в сердце от того, что он что-то может. Чего он не получает? Он не получает спокойствия, устает на работе, чувствует себя изнасилованным, запоминанным. Вот. Денег столько, сколько хочется, не будет. Будет столько, сколько положено. Ну, будет нормально. То есть, жить можно будет. Усталость будет копиться. Чувство, что занимаюсь, ну, как бы, нормально, особенно, но кажется, что не своим делом занимаюсь. Такое будет ощущение. Это деятельность по способностям. У человека есть способности в жизни, а есть природа. Это разные вещи. Есть умственное сознание, ум, а есть разум. Разум основан на бескорыстии, а ум основан на корыстии. Пока у человека деньги, основа жизни, он хочет денег, значит, тогда будет по способностям действовать. Как только он захочет помогать другим на платформу разума выйти, то это непросто, это надо развиться как личность. Тогда будет действовать по природе. И деятельность по природе, она всегда дает экзамен человеку. Всегда, когда ты пересчелк, это происходит. То есть, два варианта. Один вариант, ты слишком рано хочешь выйти на деятельность по своей природе. И у тебя вообще там денег не будет. Ты не выйдешь. Потому что ты еще не развился. Это сам обман. И второе, ты уже знаешь, где тебе есть работать так, чтобы людям было хорошо. И ты счастье от работы испытывал. Видите, копия – это когда тебе хорошо, людям плохо. Деятельность по способностям – это когда людям хорошо, тебе плохо. А деятельность по природе – это когда тебе хорошо, и людям хорошо. Вот на эту стадию может выйти человек, который действует бескорыстно. Он хочет отдавать себя, служить. Ты, может быть, уже понял, где тебе можно слушать людям, но у тебя нет квалификации. Ты не разный. Допустим, человеку по природе читать лекции, но слушать его никто не хочет, потому что… почему от всех слушать, а меня нет. Я тоже лекция. Меня не стало отвечать на этот вопрос. Надо развиться. Ну и так же везде, во всем там, ты мастер, там еще где-то, развейся. Стань сильной личностью. Сильная личность означает платформа разума. Ты действуешь на платформе разума, означает мотивация высокая в жизни. Ты хочешь что-то делать для людей, для Бога, надоело жить для своих желаний, там и все прочее. Так, переход со стадии ватрушки, я так называю мужчину, не разу со стадии ватрушки, на стадии хобби. Нужно сход в залог передать. Переход со стадии хобби на стадии деятельности по способностям. Надо научиться, любить труд, то есть не надо прыгать с одной работы на другую. Останься, где работаешь, никуда не дергайся. Когда удовлетворение в сердце придет, скажешь, нормально, я могу и дальше. Там работать с этого момента, Бог тебе будет послать. Разные варианты и ты можешь уже пробовать. Там, 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 и где-то у тебя раз, и пошли деньги, пошли люди тобой довольны, ты чувствуешь, что устают, жизнь как-то наладилась, но хочется чего-то больше. Это значит стадия хобби, если хочешь на стадии быстро перейти на стадию деятельности, на стадии по способностям, если хочешь на свою природу, по природе, по своей работе, тогда работать тебе уже не поможет. Чтобы действовать по природе, ты должен учиться делать аскезы, ветерное движение, подвижное положение тела, пост на воде, режим дня, молитва, ты должен работать над собой. И тогда, через какое-то время, когда твой разум станет сильным, ты уже сможешь действовать, не думая о деньгах. деньгах не думает, а думает о том, чтобы всем помогать, ему зарплату заплатят, ему зарплату заплатят. А если человек думает о деньгах, ему тоже заплатят, но он на это тратит силы. Понимаете, у него психика, не тем занимается, он не развивается как личность, вот я об этом говорю, он встает, постоянно думает, почему мне так мало заплатили. Вот при царке я бы сейчас приехал и думал бы о том, сколько вы мне заплатили. Здравствуйте, дорогие друзья, рад так вас всех видеть. Я себя показываю, добиваю цены. Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло, ну-ка все вместе, уши развести. И так далее, да? Лучше по-хорошему. Хлопайте в ладоши вы. Понимаете, это понты. Вот это вот понты, это деятельность по способности. Человек на понтах живет. А деятельность по природе, человек хочет людям помочь, ему хочется, чтобы все были счастливы, у него нет желания что-то иметь. Ну, это не значит, что он без денег касается, но здесь есть вилка, понимаете? Деятельность по природе означает, что ты должен быть достаточно развитым, чтобы делать то именно, что тебе Бог дал. Потому что деятельность по способностям, здесь не надо быть достаточно развитым, у тебя уже есть способности это делать. А вот то, что у тебя мечта, допустим, мечта, о чем ты, чего хочешь, ты должен для этого развиться, должен понять, что-то в жизни. И чтобы это понять, вот этот переход с деятельности по способностям на деятельность по природе, это сложно понимать. каждого человека. Мы все, а вы, куряем. Пока человек находится на стадии деятельности по способностям, и он, когда хочет перейти на деятельность по природе, ему нужно искупиться, превратиться в свой глаз. Ты женщин касается, мужчины всех касается. Потому что человек не верит, что он может. Это главная проблема. у него нет ощущений, нет знаний о своей силе внутренней. Такая сила есть у каждого человека, и она основывается на вере. Поэтому, когда человек полагается на себя, деятельность по природе означает полагаться на себя в жизни. Он перестает полагаться на себя и начинает полагаться на Бога. То есть, есть два состояния, когда одно состояние человек, как есть вот такое озеро, ну, зону судьбы можно по-другому назвать озером счастья. Или озеро страдания, когда это все чувствуется вот здесь, сердце. И эта зона озера, она может функционировать в двух состояниях. Один одно состояние, через него течет река, есть два вида озера. Один вид озера через озеро течет река, оно никогда не мутнеет, оно чистое всегда, и очень полезно для здоровья. Когда втекает, втекает, и вытекает. Кемукзер является Байкалом, И много рек втекает в Байкал, и одна только вытекает. В Байкал. Вот. Ангара называется. Она вытекает из Байкала. Вот. Это озеро божественное. Так человек может быть божественным озером а не простым. Простым. Озеро это ничего не втекает, не вытекает. Он просто стоит и тухнет. Вот. И когда человек надеется на себя в жизни, своими силами живет, то он действует, у него озеро как бы, ничего не втекает, не вытекает, он просто живет как может. И он как курица, как орел курятники. То есть он орел по природе, потому что он может быть божественным озером, а не простым. Но при этом он об этом ничего не знает. Когда человек начинает у Бога брать энергию, а Бог никогда просто так не дает энергию. Он дает энергию только для добрых дел. Это называется миссия. Когда человек начинает заниматься миссией своей. Домашнее задание. Редактор субтитров